Ученики Елеля и Шамая Часто в Академии и за ее пределами ученики Елеля и Шамая вступали друг с другом в споры. Так однажды рабочий, который строил дом, прекратил кладку кирпичей и начал молиться Шмай-Сраэль, «Слушай, Израиль!» Работавший неподалеку от него рабочий воскликнул, «Разве сейчас время для этой молитвы? Ее читают дома, до начала работы!» Молившийся возразил, «Как мог я молиться до наступления рассвета, когда я уходил на работу, было еще темно?» Ученик Шамая продолжал, «Этот невежественный каменщик не знает закона. Молиться Шмай-Сраэль нужно вечером перед сном и утром, когда встаешь с постели. Так нас учит Шамай». А Елель говорит не так. Я лично спросил его, когда нужно читать эту молитву, и он сказал мне, «Можно читать Шмай-Сраэль в любом месте». «Если утро застало тебя на дереве во время сбора фруктов, ты можешь прервать работу и там же на дереве прочитать молитву». Многие одобрительно закивали, но были и несогласны. Простые рабочие говорили, что Елель лучше понимает их, ведь и сам он когда-то был дровосеком. В те времена на свадьбах принято было петь перед невестой, восхваляя ее красоту и скромность. Ученики спросили Шамая, «Что, если невеста некрасива, разве и тогда следует называть ее прекрасной?» «Нет», — ответил Шамай, «Нужно говорить так, как есть». У Елеля было другое мнение. «Разве невеста может не быть прекрасной в день свадьбы? Счастье делает ее прекрасной, поэтому в день свадьбы нужно восхвалять и радовать невесту». Знатоки Торы приняли точку зрения Елеля, и с тех пор каждой невесте поют хвалу. Все больше и больше учеников стекалось в Академию к Елелю. Он сердечно принимал всех — молодых и старых, богатых и бедных, праведных и даже грешных. Он говорил, «Никогда не отворачивайся от помощи грешнику, направь его на истинный путь, тогда и дети его будут праведниками». Шамай же считал, что в Академию нужно принимать только людей из хороших семей, в основном богатых, поэтому у него было гораздо меньше учеников, чем у Елеля. Многие ученики Елеля приходили к нему после тяжелого рабочего дня, и, несмотря на усталость, они впитывали каждое слово учителя, иногда засиживаясь далеко за полночь. Даже после конца занятий они старались подольше задержаться у него. «Мы многому научимся у него, будучи рядом с ним, чтобы поступать, как он сам», — говорили они. «Так, например, Елель говорил, «Никогда не суди человека, прежде чем поставишь себя на его место. Всегда старайся представить себе, как бы ты поступил и что бы ты чувствовал, будучи на месте другого». «Именно так и поступал Елель. Как-то Елель услышал об одном человеке такую историю. В молодости этот человек был богат. Будучи большим праведником, он постоянно помогал нуждающимся. К старости он разорился и сам оказался в нужде». Елель попросил свою жену приготовить для старика овощи и хлеб и послать ему. Но затем он подумал, «Для меня овощи и хлеб — привычная пища. Этот же человек всю жизнь питался еще рыбой и мясом». И он попросил жену добавить к овощам и хлебу, рыбу и мясо. Однажды Елель встретил старика на улице. Тот медленно брел, еле передвигая ноги. И опять Елель подумал, «Если бы я всю жизнь ездил на лошадях, и мне было бы тяжело ходить пешком на старости лет». И Елель послал старику коня. А позднее он приставил к нему слугу, чтобы тот заботился о старике. Когда спросили жену Елеля, зачем она позволяет мужу содержать бедняка в такой роскоши, она ответила, «Для вас и для меня слуга и конь — предметы роскоши. Но для человека, который всю жизнь прожил в богатстве, — это обычная вещь. Поэтому прав мой муж». Не раз случалось, что Елель говорил, «Права моя жена». Как-то Елель предупредил жену, что приведет к обеду гостя. И вот Елель с гостем сидят за столом и ждут обеда. Прошел час и еще полчаса, а обеда все нет. Наконец появилась жена и стала подавать на стол. «Почему ты так запоздала?» — спросил жену Елель. «Прошу простить меня за то, что заставила вас ждать. Обед был давно готов, и когда я собралась поставить его на стол, в дверь постучался бедный человек. Он сказал, что сегодня у него свадьба, а в доме ничего нет для свадебной трапезы. Я отдала ему наш обед и поспешила приготовить новый». «Спасибо тебе за твою доброту», — сказал Елель. «Конечно же, ты должна была помочь человеку в день его свадьбы». «Конечно же, ты должна быть вечером, а в доме신е, не троги, не троги, не троги, не троги». «Конечно же, я забрала видеть его».